Дорогие мои, всем привет! С вами Светлана Таурта и Академия практической парапсихологии Аратрон. Ну и, как всегда, наш астропрогноз на месяц. У нас с вами сейчас сентябрь начинается. Так что прогноз на сентябрь. Ну, во-первых, всех с первого сентября, всех с днем знаний. Я вспоминаю, конечно, свое первое сентября я очень не любила. Наверное, большинство, мне кажется, детей так. Конечно, было приятно встретиться с одноклассниками, но вот ходить каждый день в школу, вставать рано, в общем, что-то мне это было не очень в кайф. Но есть сакральная штука – день знаний. Знания – это то, что нас развивает, то, что интересно, делает жизнь интересной. И, в общем, давайте сейчас окунемся в астрологическое знание. Что мы с вами имеем на 1 сентября? Я выписала, как всегда, важные транзиты. У нас с вами сейчас, как всегда, солнце в деве, луна в овне. Поэтому это у нас 1 сентября будет таким энергичным, шумным. Луна в овне дает нам, как обычно, много энергии, желание быстро и стремительно что-то делать, сильную эмоциональную реактивность. Так что, возможно, будут какие-то ссоры и конфликты. Меркурий у нас все еще ретроградный, и Венера у нас все еще ретроградная. Так что, учиться будет слегка сложно, потому что мозг будет подтупливать из-за метроградного Меркурия. И будет очень себя жалко, потому что у нас все еще ретроградная Венера. Следующая интересная дата у нас – это 3 сентября. Луна входит в знак Тельца. Но мы-то с вами знаем, что Луна в знаке Тельца – это прекрасно, потому что нужно ставить программы на деньги. Это главное денежное положение Луны. Так что, кто умеет шаманить, колдовать, гадать, в общем, всего посвящаем. Два с половиной дня, пока Луна будет в Тельце, посвящаем денежную программу. Это важно, согласитесь. По состоянию души будет хотеться покоя, комфорта, вкусно поесть, посидеть, полениться. Но если вы любите деньги больше, чем полениться, то, возможно, вы будете пахать. Но все равно будет хотеться роскоши, чего-нибудь шикарного. Прикупите себе что-нибудь чудесное, сделайте себе какой-нибудь подарок. Сходите к косметологу. Луна в Тельце – это прекрасное время для того, чтобы делать что-нибудь с волосами, с кожей. В общем, наводить красоту, покупать себе дорогие подарки. Так, 4 сентября Луна пройдется по Юпитеру. А вот это кульминация канала денежной энергии. Поэтому, если вы хотите много денег, если вам хочется купить какую-нибудь недвижимость, программируйте именно в этот день. И важно успеть, потому что уже 4 числа в этот же день Юпитер перейдет в ретроградное движение. И все большие сделки затормозятся, заниматься бизнесом будет тяжелее. И, в общем, как-то будет все время, да, будет больше опасений, будут препятствия. И Юпитер ретроградный будет долго. И из приятного Венера переходит в директное движение. Она больше не ретроградит. Поэтому окунаемся в любовь. Ну и не забываем про косметические процедуры. Так, 5 числа Луна перейдет в знак близнецов. И все станет легко, весело. Тусовки компаний. Мозг начнет работать активно. Несмотря на все еще ретроградность, Меркурия. И в это время, конечно, хорошо начинать какие-то процессы учебы, что-то осваивать новое, покупать машину, кстати сказать. В общем, движуха. В эти дни, пока Луна в близнецах, у нас движуха. 6 числа Луна сделает квадрат к Солнцу. Будьте осторожны, постарайтесь не заболеть, не травматизироваться, не рассориться с близкими людьми. Меркурий в это время пройдет по Солнцу. Солнце у нас в 14-м граде Федевы и Меркурий пройдет по Солнцу. Уже, собственно говоря, вчера, 5 числа начал работать этот транзит. И когда Меркурий проходит по Солнцу, мы с вами можем очень блистательно говорить, доносить мысли, с кем-то заключить партнерство. В общем, такой период очень-очень активный, хорошо заниматься собой, своим развитием, себя позиционировать. Знаете, если вам надо себя дорого подать, дорого продать, преподнести, то планируйте это на 5-е, 6-е, 7-е сентября. Так, 8-го сентября Луна переходит в знак рака и сразу хочется дома. Сюсюшечки, мусюшечки. Ну, в общем, это тоже можно. Хорошо заниматься уборкой дома, какими-то вопросами семьи, родовыми темами. И будьте внимательны вечером, потому что у нас делает квадрат к Марсу и могут быть какие-то грандиозные ссоры и разрывы отношений. Следующий у нас интересный день – это 11-е. В сентября Луна пройдется по Венере. Так, леди, конечно же, все, что связано с красотой, с любовью, свидание, романтик. Вообще, запланируйте себе какой-нибудь приятный вечер с любимым человеком, и тогда он останется с вами. 10-го, дорогие мои. Сейчас говорим про 11-е. От 10-го уже Луна вошла в знак Льва, и поэтому, конечно, нам будет хотеться праздника жизни, любви. Мы будем стремиться к красивым отношениям, в общем, так сказать, к позиционированию себя, к творчеству. В общем, у нас 10-го числа начнется творческий любовный период, и он будет еще 11-го числа и 12-го. В общем, как можно больше веселья и радости. И, кстати, сказать, в эти дни, в общем, ешьте поменьше, потому что Луна сделает еще, пройдет квадрат с Юпитером, а это будет страшное чревоугодие. Постарайтесь пить только высококачественную продукцию. Так, 12-го числа у нас Луна встанет на Черную Луну, то есть Луна пройдется по Лилит. Все, кто занимается магией, это ваше время, это тот портал, когда открываются магические силы, в этот момент хорошо кого-нибудь соблазнять, ну и, конечно же, заниматься, в общем, магическими практиками. Так, 13-го числа Луна войдет в знак Девы, а значит, занимаемся здоровьем. ЗОЖ превыше всего. Занимаемся здоровьем, хорошо походы к врачу, хорошо на это время назначать какие-то процедуры, операции, если тьфу-тьфу-тьфу вдруг кому-то надо. Вообще хорошо начинать лечение в это время, ну и, конечно же, подсчитывать деньги. В это время мы все становимся с вами расчетливыми, рациональными, в общем, занимаемся деньгами, занимаемся ЗОЖем. И также хорошо в это время, да, вот, знаете, привести в порядок дела. Не знаю, убрать дом. Все, что у вас было отложено, взять и сделать. Это будет в копилку кармы вам большой зачет. И, дорогие мои, мы приближаемся к Новолунию 14-го числа, 29-й лунный день. 29-й лунный день, соответственно, день перед Новолунием, самое черное время в месяце. Поэтому чистимся, голодаем, омываемся, жжем белые свечи, снимаем порчи, разрываем отношения с теми людьми и с теми вещами, которыми мы не хотим заниматься, с которыми мы не хотим встречаться. Самое время подводить итоги и отерчивать границы. Потому что 15-го числа у нас море событий. Мы заканчиваем первую часть астропрогноза, как всегда, 15-м числом. И это самое большое 15-е число, потому что у нас Новолуния, соответственно, начинаем новую жизнь, как всегда, на целый месяц. Ставим программы, шаманим. И у нас эта Новолуния совпала с несколькими астрологическими событиями, потому что у нас Меркурий становится директным. Ура! И это в Новолунии, поэтому это особая точка перехода. Соответственно, конечно же, это планы на месяц, это планы на получение документов, кредитов, каких-то бумаг важных, учебы. В общем, это такая очень важная точка. И еще это у нас прямо любовная Новолуния, потому что именно в Новолунии Луна переходит в знак весов. Ну, Новолуния, это, вы знаете, соединение Луны с Солнцем. И это бывает раз в месяц. Луна переходит в знак весов. И это, конечно, в общем, такая вся тема партнерская, эстетическая, красивая. В общем, у нас с вами красивая Новолуния в этом году.